МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Том и Джерри, Никки Маус, Симпсоны, японские аниме. Помню, как в 90-е годы прошлого века эти зарубежные мультфильмы появились на наших экранах и произвели сенсацию, смотрели, не отрываясь. Это было для нас ново и уже поэтому интересно. Но к чему мы пришли 20 лет спустя? Поколение с клиповым сознанием и расшатанной психикой. И виной тому мультфильмы, так утверждают психологи. А что, если это правда? В декабре 2010 года на главной площади Симферополя торжественно зажгли новогоднюю елку. Гори! С наступающим Новым Годом Симферополь! Но новости следующего дня были совсем не праздничными. В одном из крымских сел покончил с собой 10-летний школьник. Следователи заявили, это случилось после просмотра японского мультфильма аниме. По сюжету у героя умерла мать, и он покончил с собой. Украинский школьник воплотил сценарий скандального мультика в жизнь. У него несколько лет назад погиб отец. Поскольку это совершает герой, а герой всегда для ребенка, особенно для маленького, несмышленного, это эталон, значит, он будет подражать ему. За последние годы в мире были зафиксированы десятки самоубийств фанатов аниме. Неудивительно, считают психологи. Зачастую это очень жестокий мультфильм, напичканные сценами насилия. Это, в первую очередь, хентай и манго. Это изображения, содержащие сцены насилия. Большей частью это порнографические мультики, порнографические изображения. И основным объектом является несовершеннолетний. Исполнительный директор Российской Лиги Безопасности Интернета Денис Давыдов провел собственное расследование. Результаты воздействия аниме на человека он отправил в Роскомнадзор. Эксперты немедленно вынесли безапелляционный вердикт – запретить. Сейчас все эти мультфильмы, которые размещаются в интернете, запрещены для распространения, и они будут блокироваться и удаляться из российского сегмента интернета. Но неужели корень зла только в японских аниме? И правда ли, что мультфильмы так опасны, как их молюют? В 1940 году американские аниматоры Уильям Хана и Джозеф Барбера создали пилотный выпуск мультфильма под названием «Кот получает пинка». Мультфильм вышел на экраны под брендом «Метро Голденмайер». Первые же выпуски взорвали эфир и принесли небывалые рейтинги. Водушевленные успехом, аниматоры Хана и Барбера выпустили больше сотни серий под общим названием «Том и Джерри». Знаменитая серия «Том и Джерри», где без конца там умный и якобы умный и хитрый мышонок гоняется за полным идиотом, значит, несчастным котом, который его там в 10 раз больше, но он его без конца колошматит, и бог знает, во что его превращает. На первый взгляд здесь всё правильно. Добро побеждает зло. Безобидный и забавный мышонок даёт сдачи большому и злому коту. Тогда почему российские психологи выступили против показа этого мультфильма? К сожалению, психология смешного, она очень часто замешана на, так сказать, издевательстве одного человека, вообще одного объекта над другим. Ну вот как бы мы к этому ни относились. Подставил подножку – смешно, да? Ну больно-то тому, кто упал, а смешно всем остальным. Почему? За время своего существования «Том и Джерри» получил 7 премий «Оскар». А что получили дети? Скорбное бесчувствие – это один из главных признаков шизофрении. Опять же, здоровым людям, тем более детям, у которых ещё психика недосформирована, навязывается мирочувствование тяжело больного. Детская психика сверхуязвима. Она только начинает формироваться. И очень важно помочь ребёнку развиваться правильно. А жестокие мультфильмы приводят к необратимым психическим травмам. Они приводят и к повышению агрессивности у тех детей, которые склонны к агрессии. Да, они приводят к патологическим страхам у тех детей, которые склонны бояться. Но они приводят ещё к очень страшной вещи – к окаменению сердца. В 2002 году в семье московского юриста Игоря Смыкова разразился скандал. Его шестилетний сынишка после просмотра какой-то программы ПТВ попросил у родителей кокаин. И это было только начало. И вдруг маленький мальчик, шести лет, начинает разбегаться по коридору и ногой своей маме, значит, в живот, в облазг груди бьёт. Ну, отец пришёл в недоумении. И один из друзей ему посоветовал, говорит, ты посмотри, какие он мультфильмы смотрит. И вот отец посмотрел и увидел, что ребёнок смотрит мультфильмы «Симпсоны». После этого ЧП семейного масштаба Игорь Смыков подал в суд на телеканал, транслировавший «Симпсонов». И потребовал компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Были экспертизы о том, что там есть и пропаганда наркотиков, и пропаганда распущенности такой сексуальной. И вообще ненормативное поведение в семье. 1 апреля 2005 года Хамовнический суд Москвы признал, что «Симпсоны» безобидны. Иск был отклонён. Его смотрят люди в основном от 25 до 35 лет. Его основная аудитория. Им он интересен. Для них он предназначен. Он поднимает социальные проблемы. Известный российский мультипликатор Андрей Бахурин уверен, скандал с «Симпсонами» разразился из-за неправильного восприятия сериала. Это сатира. И этот сериал находит свою аудиторию. Адвокат Лариса Павлова после судебного процесса над «Симпсонами» стала экспертом в вопросе, как жестокие мультфильмы влияют на детскую психику. И даже иногда консультирует коллег. У меня есть коллега-адвокат. У неё есть внук 4-летний. И она мне говорит, знаете, Лариса Активистовна, я просто поражена своему внуку. Ему нравятся отрицательные герои. 4 года. Выяснилось, что малыш смотрел мультфильмы про ведьм и вурдалаков, а самыми любимыми у него были покемоны. Известен случай, когда после просмотра японского мультфильма о покемонах одновременно у какого-то количества детей были эпилептические припадки. Очень многие дети, конечно, впадают в депрессивное состояние, когда видят вот такие кошмарные мультфильмы. Где какие-то уже даже не люди, а демоны являются героями. Детские психологи бьют тревогу. В телепузиках навязывается подмена понятий «мужчина-женщина» – неправильное воспитание отношения полов. И если маленький мальчик, ну, попытается вдруг надеть детское платье, ну, в жизни, да, ему что скажут? Ну, ай-яй-яй, ты же мальчик, зачем тебе? В этой серии телепузик надевает женское платье. Это подается как что-то очень такое милое, забавное, как бы там идет такой радостный какой-то смех, то есть положительное подкрепление. Покемоны и другие странные анимационные герои – ничто иное, как пропаганда уродцев и бесполых андрогинов. Так утверждают некоторые психологи. И подкрепляют свои выводы аргументами. Обратите внимание на этот график. Ученые Российской академии наук исследовали уровень агрессивности в современных мультфильмах. Так вот, больше всего агрессии в американских сериалах, таких как «Том и Джерри» и «Лилу и Стич». А, кстати, скандальные «Симпсоны» где-то в середине отрицательного рейтинга. Но при этом ученые утверждают, что этот мультфильм разрушает семью. Мультфильм «Красавица и чудовище» – один из шедевров Голливуда. Но даже в нем есть сцены, настораживающие экспертов. В одном из кадров там мелькает женщина с ребенком. На фоне стройной и бездетной красавицы мать нарисовали толстый и старый. По мнению психологов, после этого у девочек подсознательно формируется ощущение, что материнство вредит здоровью и красоте. А значит, нужно отказаться от продолжения рода. Я думаю, что это один из путей сокращения населения в мире. Мне кажется, что те, кого сегодня называют мировой элитой, особо богатые, особо властные, безумные люди, вот эта безумная кучка людей, они больше всего боятся перенаселения на планете. А кто же они такие? Люди, манипулирующие сознанием детей с помощью мультфильмов. 1929 год. В США выходит на экраны мультипликационный фильм «Танец скелетов». Кинозалы переполнены. Конечно, это же режиссура самого Уолта Диснея. Это были сюжеты, явно адресованные взрослым людям. Ресторан, адюльтеры, флирт и так далее. Но для кого работал Уолт Дисней? Мало кто знает, что знаменитый мультипликатор с детства не любил евреев. Потом ненавидел коммунистов, а в зрелом возрасте выступал против чернокожих. Мало того, Уолт Дисней симпатизировал нацистам, а Гитлера называл классным парнем, который спас свою страну от большевиков, ликвидировал безработицу, провел Олимпиаду, приструнил гомосексуалистов и проложил автобаны. Доподлинно известно, что Уолт Дисней сотрудничал с министром пропаганды фашистской Германии Йозефом Геббельсом. Лидеры Третьего Рейха открыто называли Диснея популяризатором нацистских успехов. Историки утверждают, советское правительство об этом знало. Поэтому в СССР Микки Мауса и его друзей не показывали. В начале 20 века свою агрессию Уолт Дисней выплескивал исключительно в США и Германии. В Америке были случаи, когда не только школьники расстреливали своих одноклассников, но были случаи, когда дети дошкольного возраста расстреливали своих сверстников в детских садах. Где они этому научились? Ведь не родители же их учили такому страшному криминальному поведению. В основном мультфильмы, в которых главные герои вели себя как преступники, как тяжелые душевные больные. И дети скопировали это поведение. В Советском Союзе это понимали. И финансировали на Союз мультфильме только добрые сказки. Юрий Норштейн в свое время создал легендарный мультфильм «Ежик в тумане». Критики до сих пор называют его непревзойденным анимационным шедевром. Но сейчас такое искусство малышам неинтересно, зажалеет художник. А потому что слишком хочется бабла, слишком хочется гламура, слишком хочется удобства. Вы посмотрите на рекламу сегодня, о чем они все кричат. «Ежик в тумане», «Крошка-енот», «Паровозик из Ромашкова» Эти истории лишены агрессии, к которой уже привыкли многие современные дети. Может, поэтому многие добрые отечественные мультики кажутся им скучными? Зрелищный момент, он очень убедителен. Он более убедительный, чем словесный. Потому что тебе дают правила и пример. И ты следуешь четко этому примеру. Детство вообще жестокая вещь. Если тебя вовремя кто-то не отдернет, не остановит, ты так и перейдешь по ступеням жестокости к ситуации, когда ты вообще перестанешь понимать, что такое сострадание, что такое чувство. Актриса Ольга Дроздова однажды случайно услышала разговор двух малышей. Дети насмотрелись мультфильмов о роботах и общались в той же манере, что и их любимые герои. Когда там дети превращаются в роботов, и даже у них язык чудовищный, они друг с другом разговаривают. Ну, так как вот я себя слышала, чтобы мой сын разговаривал с детьми, ну, это большое было бы наказание. Ольге нередко говорят, она слишком консервативная мама. Но актриса сознательно воспитывает своего сына Елисея по старинке. Приучила его читать живые книжки в бумажном переплете с нарисованными картинками. Они развивают воображение, заставляют думать. Недавно была история, когда они плыли, ну, там, на море бегали, там девочка от него на кругу уплывает, уплывает, и вдруг он ей кричит вслед, «Куда ты, душа моя?» И сляхт в Одессе. Весь пляж просто рухнул, потому что никто не ожидал, да, что... И говорит, а что это? Ну, так, книжки Пушкина читает, мультики смотрит. Известный российский журналист Александр Минкин убежден, телевизор вообще не для детей. Дело в том, что маленьким детям смотреть в телевизор вообще категорически вредно, ужасно вредно. У них портятся мозги от этого. Минкин написал статью на эту тему. Название «Под властью маньяков» говорит само за себя. Мир мультфильмов давно уже не добрая и сказочная страна. Это бизнес. Сегодня, когда снимают какой-то мультфильм, то рядом идут майки, игрушки. Значит, к черепашкам на экране в магазине появляются пластмассовые черепашки. И это индустрия. И продажа вот этих пластмассовых игрушек приносит больше, чем сам мультфильм при прокате. Утверждать, что с помощью детских мультфильмов можно контролировать рождаемость на земле слишком смело. Думаю, жестокость в анимации скорее следствие погони за прибылью. Зло легче продать. Это проще и быстрее. Выходит, родителям остается уповать на самих себя. Пожалуйста, берегите своих детей. Обращайте внимание на то, что они смотрят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова